Есть черный тополь и в огне свет И звон на башне и в руке свет И шаг вот этот никому вслед И тень вот эта, а меня нет Нет меня, нет меня, нет меня Доброго времени суток, дорогие слушатели и читатели паблика «Старуха Мха». Меня зовут Евгений Вороновский Я музыкант, саунд-продюсер И решил попробовать себя в качестве радиоведущего сегодня Наверное, впервые в жизни Я решил рассказать о такой давно наболевшей, интересующей всех теме Как личность Романа Сидорова Автора таких известных проектов, как «Старуха Мха», «Дерголем», «Седатив», «Фатал» и некоторых других Поскольку ближний круг общения Романа По не совсем понятным мне причинам хранит молчание Я решил этот Гордиев узел разрубить И, в общем, взять на себя некоторую смелость Об этом немножко рассказать Наше общение с Романом было, в общем, достаточно непродолжительным Ну, наверное, на протяжении полутора, максимум двух лет мы как-то общались Но поскольку мы были очень молоды Нам было 18 лет Ну, вернее, нет, мне было 17 лет Романа, соответственно, там сколько было? 24 И пришлось это на такой интересный момент Смены эпох То есть это 98-99, да, самые последние моменты 20 века Это очень хорошо совпало Потому что в 18 лет мы наиболее пассионарны Наиболее, может быть, даже творчески активны Ну, вот в этот период 17-20 Нас интересуют какие-то вещи Может быть, какие-то загадочные Неизвестные А в то время Еще до интернетной эпохи В общем Можно было приобрести Различную литературу и музыку экзотическую Вот не как сейчас ее скачиваешь Там, сказать, пабликов или блогов А в каких-то определенных местах Можно было это дело Как-то приобрести И, так сказать, познакомиться, может быть, еще с какими-то людьми Которых это тоже интересовало Ну, учитывая, что это все-таки был конец ельцинской эпохи То на прилавках Может было встретить различное Мракобесие И вообще Полную Такую Неподцензурную Всякую Музыку И литературу Ну, и, в общем, наверное, это было хорошо Карлос Кастанеда Или, там, Гитлер Продавались просто буквально в метро В переходах А какая-то музыка Эзотерическая Тоже продавалась в совершенно неожиданных местах То есть, там, можно было приобрести Brighter Death Now Или Дочь Непал На какой-нибудь В каком-то ларьке У метро Или на вокзале В самых неожиданных местах Вот Ну То есть, это такой краткий экскурс В то время, чтобы, так сказать Возникало понимание Что могло повлиять Был такой Рядом с метро Арбатская Магазин Он назывался Зигзаг И он был сконцентрированный Как раз Различного рода Редкая Индустриальная Нойзовая Какая-то оккультная Даркфолковая музыка То, что нам на тот момент Казалось Наиболее достойным Внимание Учитывая наш возраст Конечно И В какой-то момент У меня была возможность Организовать Серию вечеринок В одном Метал-клубе В общем, я решил Делать там Концерты Какой-то Более Как мне казалось Продвинутой Индустриально Готическо Нойзовой Направленности Они назывались Дарк Электро Или там Ритуальные Какие-то И прочее В общем, я искал Артистов И дал странное Объявление В котором Говорилось Что если вы Играете Какой-то Вот Нойз Индастриал Или что-то Там Подобное Вы можете Мне позвонить Я Организую Вам концерт Через это Объявление Я познакомился Тогда С достаточно Внушительным Количеством Людей И имен Которых Я думаю Многие слушатели Хорошо знают Не буду Сейчас их Перечислять Скажу Только Что В числе Этих людей Оказался И Никому Тогда Неизвестный Роман Сидоров Ну Вот Собственно Заканчиваю Тогда Своё Вступление И Теперь Буду Вам Рассказывать Только Про Нашего Сидорова Мне Соответственно В числе Прочих Звонков Раздался Такой Звонок Где Каким-то Низким Таким Странно Говорящим Голосом Мне Сказал Человек Что Вот Мы Играем Какой-то Я Не смогу Своего Изобразить Но в целом Что Вот Мы Играем Какой-то Вот То Что У вас Написано Dark Wave Там Что-то Такое И У нас Есть Проблема С Музыкантами Небольшая С составом Вот Как бы Нам Хотелось Я помню Он сказал Нам бы Хотел Где-нибудь Притулиться Вот Такое Слово Мне Врезалось Как-то Негде Притулиться Где-то Вот Как-то Вы Нас Впишите Куда-то Это Действительно Так Прозвучало Я Был Очень Рад Естественно Я Хотел Познакомиться Со всеми Людьми Которые Мне Звонили Встретиться Как-то Расшириться Вокруг Общения Вот Я Сказал Что Да Конечно Давай Встретимся И Принеси Мне Свои Демо Записи Я Потом Отнесу Директору Этого Клуба И Мы Поставим Тебя В Лайн Ап Вот Встреча Наша Первая Состоялась На Таком Странном Каком-то Фестивале Я Не Помню Как он Назывался Я Помогал Там Своим Друзьям Играл На Клавишах В Какой-то Такой Странной Группе Исполняющей Какой-то Прогрессив Рок Вот Не Совсем То Что Нас Последствия Начало Интересовать И На В какой-то Момент В зале Значит Говорил Человек Он Сказал У Мне Будет Такой Хвостик На Голове Вертикально Стоящий Вот По нему Ты Можешь Узнать В Какой-то Мой Точет Увел Человек Увидел Человека Довольно Высокого Роста С Красивыми Такими Чертами Лицца Породистыми Значит У него На На Голове Был Такой Вот Вертикально Стоящий Маленький Совсем Хвостик Резиночкой Такой Сделал И Одет Он Был Какой-то Около Спортивную Одежду Ярких Цветов Может быть Оранжевую Ну Думаю Вот Примерно Так же Как Есть На Некоторых Известных Фотографиях По-моему Сейчас Так Как Раз Одеваются Люди Вот В бренды Гоши Рубчинского И так Далее Ну Примерно Опережал Своё Время Даже Вот В дресс-коде Значит Мы Познакомились Мне Было Слегка Неудобно За ту Ерунду Которую Там Играл Сразу Ему Это Объяснил Что Мол Вот Такая Вот Помогаю Друзьям Он Говорит Ну Ладно Всё Нормально Там Местами Неплохо И Дал Мне Пару Кассет Кассета Fuji Была Помню Там 60-минутная Говорит Здесь Сборная Какая-то Солянка И всего Подряд Он Не сказал Солянка Здесь Сборник Послушай Я Помню Что Добрался До Дома Включил Эту Кассету Услышал Там Экспериментальную Электронную Какую-то музыку Такую Ритмичную Ну Достаточно Безликую На самом деле Не очень Впечатлившая Гораздо Больше Мне понравилось Трек В котором Таким Низким Голосом Рома Пел Убить Всех Заложников Вот Как Выяснилось Это Был Трек Барткор Ну По-видимому Никакого Другого Материала У него Тогда А это Была Наверное Зима 98 Года У него Не было Значит И Он От Мне Вот Это Предоставил В качестве Демо Я Позвонил Сказал Что Мол Вот Эта Вот Запись Такая С Голосом Как раз Мне очень Понравилось А Электронная Музыка Вот Это Все Не Очень Выяснилось Что Электронич Она Была Даже Не Его Одного Нашего Общего Как Ну Впоследствии Одного Нашего Знакомого Которого Я Тогда Еще Не Знал Он Просто Сидел Рядом И Подсказывал Ему Какие Стилистические Особенности Потому Что Сам Не Владел В общем Не Одним Музыкальным Инструментом Достаточной Степени Чтобы Как-то Что-то Самостоятельно Записать Я В общем Предложил Роману Участие Сказал Могли Бы Вы Вот Именно Исполнить Что-то Такого Вот Характера С Голосом Больше Напоминающий Какой-нибудь Дарк Фейв И Или Что-нибудь В этом Духе Ну Роман Мне на это Сказал Так Что С Да И ты Как раз Музыкант Я говорю Да У меня Есть Какие-то Синтезаторы На скрипке Еще Я играю И Ну Какой-то Комплект Минимальной Аппаратуры Ну Ну Плюс Понимание Эстетики Необходимой В общем Роман Мне Говорит У Нас Отсутствует Комплектация Да Вот В проекте И Мы Хотели бы Выступить Но Может быть Ты Как-то Нам Помог Сделать Записи В Необходимом Каком-то Формате И Мы Бы Тогда Вместе И Выступили Я Очень Обрадовался Этому Предложению Конечно Я Сказал Да Естественно С большим Довольствием И Продолжилось Тем Что Роман Предложил Встретиться На какой-то Станции Метро Вот Я Не помню На какой Марксистской Где-то В Москве На Станции Метро Познакомил Меня С Еще Одним Участником Вот В таком Вот Составе Мы Начали Запись Альбома Который Потом С моей Подачи Все Слышали Как Альбом Мини Альбом Легкие Цветы В свое Время Залил В свой Live Journal Вораноид У меня Был Так Первая Сессия По-моему Была У меня Дома В Москве В том месте Где я тогда Жил Мы Встретились Какие-то Предварительные Ритмы Были Запрограммированы Вот Значит Евгением Соловьевым На компьютере В трекере То есть Он Записал Три Композиции Последний Луч Амстердам Значит И Там Третья Была Свобода Внутри Пустоты Он Запрограммировал Какие-то Ритмы И Сэмплы В трекере На компьютере Вот И записал На мини-диск Да Вот Предыдущая Электронная Музыка Которую Мне давал Роман И записи Борткор Они тоже Были сделаны Собственно Евгением Да Роман Просто сидел Рядом И Выполнял Функцию Скорее Такого Продюсера Или Супервайзера Вот Ну в общем Они заявились Ко мне С мини-диском Гитарой Может быть Еще Бас-гитарой Вот А у меня Был К тому моменту Подключен Микрофон Миксерный пульт Примитивный Ростекс И Такая Самоиграйка Yamaha PSR520 Из которой Я Вот Какими-то Манипуляциями Научился Извлекать Всякие Необычные Звуки Никогда Никто Не сказал Что Это Сделано На Такой Примитивной Дешевой Штуковине Вот И Запись Собственно Происходила Следующим Образом Включался Мини-диск С заготовками Сверху Я Программировал Секвенсор Это Синтезатор В нем Был Тоже Свой И Как бы Попадая В такт С Ритмами На Мини-диске Вручную Запускал Вот эти Секвенции И Сверху Еще Что-то Играл А Роман Соответственно Пел В микрофон С какой-то Обработкой Надо Заметить Что Возможности Многоканальной Многодорожечной Записи У нас Тогда Не Было Никакой Поэтому Приходилось Записывать Вот так Живыми Дублями В реальном Времени И В общем Это Наверное Было Какой-то Группой Живой То есть Это было В определенной Степени Живое Исполнение Да Ну И Естественно Еще Были Живые Гитары И бас-гитары На которых Играл Значит Евгий Вот Помню Что За одну Сессию Мы записали Три Трека Что Вообще Учитывая Вот эту Технологию Достаточно Продуктивно Мы Тогда Этого Не Понимали Вот Еще Нас Категорически Конечно Меня Особенно Тогда Не устроило Качество Вокала Романа Надо Заметить Что Каким-то Композициям Текста У него Не было Поэтому Мы Копались В моей Обширной Библиотеке Я увлекался Тогда Серебряным веком Всякими Всякими Всями Из Найденной Поэзии Константина Бальмонта Я продемонстрировал Роману Несколько Различных Поэтов Он Остановил Свой Выбор На Книжке Бальмонта Мягкой Обложке Сирии Классики Современники И из Нее Составлял Амстердам Также Является Заимствованием Сам Текст Из Какой-то Поэзии Серебряного Века И Последний Луч Тоже В общем Я думаю Что если Погуглить Все Тексты То Найдется Первоисточник По-видимому Свобода Внутри Пустоты Это Тоже Составлено Из Каких-то Реминисценций Ну Творческий Метод Романа Был В общем Таким В дальнейшем Продолжилось Он Был Настоящим Таким Постмодернистом На мой взгляд Коллажистом Ну Используя При этом Декадентскую Какую-то Или оккультную Эстетику В общем Снимал Такие Сливки Смысловые Да Верхушку Айсберга Особенно Не погружаясь Брал книгу Быстро Ее листал Выхватывал Там Несколько Каких-то Фраз Которые Интуитивно По наите Ложились Просто В нарратив И Дальше Из них Уже Как-то Выстраивал Такую Поэтическо-текстовую Конструкцию То есть По-видимому Прежде всего Преследуя Мысль о том Чтобы соответствовать Стилю И эстетике То есть О каком-то Смысловом Наполнении Речь шла Уже Не в такой Степени В какой Просто Соответствовать Некоторым Стилистическим Может быть Эстетическим Парадигмам Запись Четвертого Трека Из этого Мини-альбома Легкие цветы Мы оставили Но потом Потому что Уже никаких сил На запись У нас не оставалось И легкие цветы Мы записали В нашу Следующую Сессию В Африадин Значит Я приехал Туда С синтезаторами Еще с Какими-то Инструментами И Таким же Образом Мы записали Легкие цветы Тоже с большими Какими-то Учениями Потому что Надо понимать Что На самом деле Вот так В реальном времени Сочетать Звукорежиссуру Необходимый Настрой И В общем Как бы Общий Такой Флоу Это Ну Достаточно Бывает Проблематично Да То есть Не у всех Даже Звезд Мирового Такое Получается Все Пишут Иногда По одной Букве Или По одному Слову Впоследствии Это вот Выяснилось Ну вот Тогда Нам казалось Что Должно быть Не так Что человек Должен взять Микрофон И Прям В него Спеть Ну Тут еще Надо заметить Что У нас Были Несколько Различные Эстетические Все Таки Предпочтения И Различный Совсем Бэкграунд То есть Роман Был Прежде всего Таким Металистом В прошлом Как это ни странно Да Который В какой-то момент Осознал Некоторую Тупиковость Этого Музыкального Направления Для себя И Завязал С этим То есть По его Собственным Рассказам Как раз В 96 В 97 Годах Они были Постоянными Посетителями Рынка Придыка Горбунова Горбушки И Слушали Приобретали Переписывали Любой Доступный Им тогда Дэсметал Именно Он был Таким Фанатом Дэсметала И Грайндкора И Как раз На этом Мы Сошлись Потому Что Были Некоторые Коллективы Которые От Метал Эстетики Двинулись В сторону Даба Или Трипхопа Такие Как Скорн Или Гатфлэш И Вот Собственно Я Вот Такую Музыку И Слушал Тогда И Роман Тоже И Соответственно С ним Сошлись Одновременно На Любви К Скорн Прежде Сего Которых Я И Гатфлэш Которых Я Упоминал Еще Мы Слушали При этом Трипхоп Всякий Мрачный Тех Времен Массив Атак Трики Может Может Быть Какую-то Еще Такую Замысловатую Электронику Наподобие Откр Афикс Твин Муслим Гаус Также Какой-то Небольшой Процент Может быть Готической Музыки Я Точно Могу Сказать Рома Высоко Котировал Группу Блэк Тейп Блюгал Ну И Может Быть Еще Ритуальный Индастриал Наподобие Там Дойч Непол И Архон Сатэни Вот Думаю Не ошибусь Если Скажу Что Вот Наше Общее Такое Эстетическое Представление Вот На этом Сходилось А вот Третий Участник То есть Евгений Соловьев Он был Ориентирован Все-таки Больше На Такой Постпанк Или Поп-музыку Ну И с ним Пересечение Происходило Пожалуй Только В области Трипхопа И отчасти Группы Кьюр И подобного Рода Вещей То есть Он так Далеко Уже Глубоко Вот В это Все Шизотерическую Электронику Не Заныривал Ну А от Металла И вовсе Был Далек Вот То есть Соответственно У нас Такого Как бы Стопроцентного Единства Не было У нас Такой Сегментированный Какой-то Круг Увлечений И В каких-то Мы Пересекались В каких-то Совсем Не Пересекались Вот Тем не менее Поскольку Я тогда Уже Более-менее Ориентировался В Том Что происходит Именно В Москве В области Вот Подобного Рода Вещей Я Несколько Раз Водил Романа По Различным Интересным Вечеринкам Вернее Вечеринками Их Назвать Можно С натяжкой Это были Концерты Алексея Тегина Который Тогда Выступал Неподалеку В таком Сквоте Неподалеку От Английского Посольства Я помню Что Визит Туда Произвел Конечно На Романов Достаточно Сильное Впечатление Вот Потом Как-то Мы с ним Сходили В Галерею Союза Графиков На Малой Грузинской Это знаменитое Место Вот Где выступали Алексей Борисов Там Там Дугин Какую-то Лекцию Даже читал И мы Там Поиграли Как Цисфинитом Мы сыграли Такой Даркэмбиент Какой-то Сет Я К Цисфинитому Привлек Как раз Евгения Соловьева Мы с ним Вот в тот Период Тоже Иногда Выступали Дуэтом Вот Ну Я помню Что То что Происходило В галерее Союза Графиков Он Рома Как раз Не очень Одобрил Он сказал Что Ваш сет Был Интересным Но В целом Это Не та Аудитория Говорит Это Какие-то Богемные Художники Он так Произнес Богемные Художники Как будто Это Было Что-то Плохое По-видимому Для него Таким Было Вот Однако Вернусь К Фатал Мы Записали Какое-то Насчет Вот Это Количество Четыре Трека Для Проекта Фатал С целью Предоставить Это В качестве Демо Для Сборника Russian Gothic Page Вышел Такой В то Время Готический Сборник На CD И Они Искали Артистов А я Был С ними Знаком Они Собственно И были Основными Основным Моим Информационным Рупором И Организация Вечеринок И я Конечно Очень Хотел Чтобы Какой-нибудь Трек Фатал Вошел В этот Сборник Наряду С Многими Другими Известными Группами Которые Там Дебютировали Двар И Прежде Всего Я думаю Будет Известен Слушателем Ну и Прочее К сожалению Ни один Из треков Записанных Нами И туда Предоставленных Редакции Не подошел То есть Его Особенно Против Был Там Один Известный Сейчас Такой Около Готической Индустриальной Среди Музыкант И Продюсер В общем Ему Не понравился Вокал Сидорова И Как-то Это Повлияло И на Наше Отношение К проекту То есть Мы Поняли Что Вокал Сидорова Не устраивает Не только Нас Но И Редакционный Совет Вот этого Сайта После Этого Мы Конечно Совсем Расстроились И Учитывая То Что Отношения Между Нами Были Не сказать Что Очень Дружескими Такими Какими-то Осторожно Натянутыми Мы Решили Романа Сидорова Значит Как-то Из Группы Уволить Может быть Это Было И Правильным Решением Мы Потом Пробовали С Вокалисткой Выступать Сменили Название Мы В общем Поняли Что Это Какая-то Еще Хуже Получается Окончательная Ерунда И Проекты Мы Прикрыли Каждый Занялся Какими-то Своими Разработками Роман Конечно На нас Смертельно Обиделся Из-за Того Что У нас Был с ним Разговор И Вот Он Мне Как бы Так С Некоторым Укором Говорил Примерно Следующее Что Мол Как Это Так Ворон Вот Вы Меня Выгнали Из Фатал Из Моей Собственной Группы Вы Мои Музыканты И Меня Жи Выгнали Мне Конечно Это Было Тоже Не Очень Приятно Я Ему Говорил Что Роман Мы Не Твои Музыканты Мы В общем Я Вот Сам По себе На самом Деле Это Один Из Каких-то Проектов Которых Я Участвую На Что Роман Сказал Я Не знаю Кто Там И Что Я Сам Такой Тузец Как он Выразился В общем Да Остальных Мне Дела Нет Но Опять Таки Он Говорит Ты Человек Пришлый Человек Со Стороны Вот А Значит Как же Так Мы Вот С Другим Участником Взяли И Значит Это Дело Все Зарубили Этого Я Вообще Не Могу Никак Принять Ну В целом У нас Отношения Были При этом Нормальные Я Говорю Ну Давай Попробуем Может Быть Совместно Что-то Сделать Вдвоем Какие-то Записи И Роман Ко Мне Разок Пришел Мы Записали Пару Композиций Которые Вот Недавно Были Выложены Под Названием Сакрификум Интеллектус Там Мы Использовали Аудиокассету Которую Он С собой Принес Которая Как Последствии Выяснилось Это Были Не Его Записи А Записи Еще Одного Фрязинского Электронного Такого Артиста Вот Об Этому Я Узнал Уже Позже Так Вот Мы Использовали Эту Кассету И Сверху Что-то Опять Таки Добавлялось На Синтезаторе Роман Стучал Карандашом У Микрофона И Свистел Также Говорил Какие-то Фразы Where is Your Pa Еще Какие-то Микрофон И Значит Мы Записали Вот Пару Таких Треков На Этому Наше Сотрудничество Музыкальное И Собственно Закончилось Потом Он Один раз Мне Звонил Приглашал На Совместную Запись Его проекта Сакрификум Интеллектус Во Фрязино Совместно С вот этим Электронщиком Как раз Но Я уже Не поехал Вот Еще Один раз Он Приглашал Меня Посетить Какой-то Индустриальный Концерт В Ивантиевке В каком В бункере Там Должно Было Что такое Проходить Но тут Уже Не по Судьбе Получилось Я поехал В Ивантиевке Как известно Две Я поехал Ждал На одной Ивантиевке А они Меня Значит Ждали На другой Мобильных Телефонов У нас Тогда Не было Я Соответственно Прокатился От Москвы До Ивантиевки Обратно А они Решили Что я Не приехал И их Вот так Вот Продинамил Ну Вот Соответственно Как бы Не получилось У нас Дальнейшего Такого Какого-то Взаимодействия Уже по судьбе Также Были Пересечения Вот с Романом В различных Некоторых Клубах Прежде всего В клубе Край Пару Тройку Раз Мы Пересекались В один Из разов Это был Какой-то Панк Концерт Уступала Группа Лисичкин Хлеб С которой Даже Локалисту Который Даже Роман Меня Представил У меня Ни о чем Не говорило Это То есть Они общались Были знакомы В другой Раз Это Был Концерт Японского Нойза Приезжали Группы Говермент Альф И Месса Бэйр И Там Роман В общем Пришел На концерт Слушать Именно Этот Нойз Который Он Очень Фетишизировал Я бы сказал И Поэтому Он был Не готов Общаться Он полностью Погрузился В музыку Даже В какой-то Момент Ясутоше Яшида Из Говермента Альфа Дал ему Микрофон И он В качестве Полноправного Участника Присоединился К этому Выступлению Вот Нам стало Завидно Я тоже Выдрал У него В какой-то Момент Микрофон Туда Пару Раз Поорал И Сидоров Мне Потом Ревностно Высказывал Что Мол Последнее Дело Выдирать У вокалиста Микрофон Меня пожурил Ну то есть Он относился К этому Очень ревностно И очень Так Гордился По-видимому Своей причастностью Вот К этому Но из Выступления Следующий Виток Уже Это Роман Создал Группу Дерголем Что Касается Названия Проекта Фатал Оно Принадлежит Именно Роману Спросил Почему Фатал Как Группу Назвать Роман Роман Говорит Фатал Потому что Это слово Звучит Одинаково На Нескольких Языках Потом Выяснилось Что Есть Еще Одна Такая Группа Фатал Уже Позже Какая-то Металлическая И А вот Название Легкие Цветы Уже Я Преподнес Этому Альбом Альбом Никак Не Назывался Это Вообще Был Не Альбом А Демо Мы Думали Что Запишем Что На Ком Качественном Уровне Для Записи Дальнейшей Предполагались Еще Треки В том Числе Печально Известная Композиция Нет Которая Значит Была Опубликована В рамках Альбома Его Проекта Знаменитого Дерголем Которым Сейчас Я тоже Немного Расскажу Дерголем Само Название Я полагаю Роман Подчеркнул Из знаменитого Романа Густава Майренга В общем Это входило Тоже Всецело В тот Набор Какой-то Оккультной Литературы Которая у нас В руках Тогда Циркулировала Помню Что Как раз Мы Обсуждали Сборник Рассказов Густава Майренга С ним Как-то Однажды Также У меня Появились Книги Алистера Кроули И Я давал Ему Их Почитать И Моя Любимая Уже На тот Момент Книжка Роза Мира Даниила Андреева Которая Тоже Так Была Издана В виде Такой Какой-то Оккультной Книги С Кожаным Тиснением Вот Мне ее Посоветовали Почитать Еще В школе Значит Мой Преподаватель И Посоветовал Вместо того Чтобы Заниматься Со мной Уроками Фортепиано Он У меня Значит Зачитывал Фрагменты Из этой Книги И Почему-то Очень Советовал Мне Ее Тоже Почитать Ну Вот Я ее Почитал Это Уникальный Такой Документ Визионерской Какой-то Литературы Теософии Написанной При этом В ГУЛАГе То есть Эдак И гибрид Из Эммануэля Сведенборга И Не знаю Владимира Соловьева И Варлама Шаламова То есть Своем Вроде Уникальный Документ Но Конечно Относиться К нему Именно Как К Учению Или К Руководству Каким-то Действием С нашей Стороны Было Достаточно Наивно Вот Так или иначе Роман Ничего не знал О Даниэле Андрееве Я ему С жаром Об этом Рассказывал Да И Он Он попросил Меня Эту книжку Почитать Я ему Ее С удовольствием Предоставил В обмен На Какие-то По-моему Аудиозаписи Думаю Что Книги Алистера Кроули И Густава Мэринга Он тоже Брал у меня Однозначно И Бальмонта Тоже То есть Именно Источниками Его Литературного Вдохновения Источником Была Моя Библиотека Мною Собранная Ну Собственно Многие Брали у меня Там что-то Почитать Поскольку Я собрал На тот момент Достаточно Внушительную Коллекцию Вот Ну Так вот Вернемся К следующему Этапу Под названием Дерголем В рамках Этого Проекта Я так понимаю Роман Записывал По началу Композиции Которую Ему не удалось Реализовать Вот С нами Под названием Фатал Совершенно Точно Композиция Нетла Которую Я упоминал Носящая Тогда Рабочное Звание Федерзейн Мадам Предполагалось К записи В следующую Сессию Но до этого Дела не дошло Может быть И к лучшему Потому что Она С Дерголемом Обрела Такое Вот Звучание Подвальное Узнаваемое Какое-то Я продолжал Появляться Во Фрязино И даже Несколько раз Пересекся Там с Романом Обменивались Аудиозаписями Прежнему Книжками Но вместе Уже Не Записывались По-видимому Для него Вот этот Вот момент Того Что Мы Резко Прекратили Сотрудничество Он был Очень Травматичным Он даже Приезжал К одному Из наших Друзей Общих И Жаловался Ему На то Что Выгнали Меня Ребята Из моей Жи Группы Надо Заметить Что Если бы Роман Проявил Некоторую Больше Способность К коммуникации На следующей Репетиции Постарался Все-таки Что-то Исполнить Более Внятно Прислушался К нашему Мнению А не просто Держал Нас За своих Каких-то Музыкантов Может быть Что-то Хорошее Из этого И Получилось В общем Он Излишне Был Зациклен На себе Ну А я В общем Наверное На своих Проектах Особенно Поэтому Ничего Не получилось Он еще Горел Ну Ворон Молодой Его надо Прессовать Вот А я Как-то Категорически Не был Готов Никакому Прессованию Не готов К нему До сих пор Наверное Сам факт того Что мы записали Фатау Даже Удивителен Что это Вообще В принципе Произошло Вот В общем С Дерголемом Роман Писался В студии Подвальной В доме пионеров Во Фрязино Куда я тоже Захаживал Там вообще Была интересная Такая уникальная Атмосфера Собралось Такое Как Содружество Андерграундных Ансамблей Музыкантов И это Происходило Ну В удалении От Москвы Ну В общем То что При этом Было достаточно Продвинутым Интересным То есть Большинство Людей Были Модно Одеты Слушали Какой-то Продвинутую Музыку И в общем Читали Литературу В общем Были людьми Интересными И Такой Бункер Какой-то Фрязинский Наверное Получился Вот И Помню Что Как-то На один Из Сэшинов Я туда Однажды Заглянул И там Вдруг Появился Сидоров С Зубовым Ну Они Пришли Туда Записывать Какую-то Композицию Которая Впоследствии Выяснилось Что это Ну Это была Оригинальная Мелодия Или Какой-то Другой Солнце Мертвых Может быть Какая-то Композиция Из Вот Этого Альбома Из Мед Они Не очень Обрадовались Моему Там Присутствию Видимо Думали Что я Пришел Подслушивать И Подсматривать Чтобы Как-то Использовать Это Дело Дальше В своих Альбомах Ну Я Был Далек От Этого Если Честно Вот Ну Так Или Иначе Даже Вот Разок Присутствовал При записи Вот этих Треков А потом Рома Говорил Еще Кому-то У меня Вышел На тот Момент Мой Такой Dark Ambient Альбом Под Названием Ландшафт Ребята Его Послушали Ну Сидоров Очень Ревностно К этому Отнесся Сказал А у Нас Вот Своя Тема Терколь Несмотря На то Что Роман Как Так Несколько Отстранился От Общения После Этого Инцидента С Фаталом И Во Время Наших Последующих Пересечений Выглядел Замкнутым И Закрытым Хотя Однажды Я помню Заявился Ко мне Без Звонка Вместе С Еще Одним Общим Приятелем С Целью Пообщаться Но Как-то Тоже Тогда Я не смог К ним Присоединиться Поскольку Были Какие-то Неотложные Дела Ну так Вот Несмотря На Это В какой-то Момент Он Мне Позвонил И Сказал Что Вот Записали Альбом И Новый И Передай Его Какие-нибудь Правильные Руки Вот Именно Так Он И Выразился Я Я Помню Что Репетировал Тогда В помещении Проктеатра С Владимиром Епифанцевым К спектаклю Маяковский Который Моя музыку Тогда Записал Даркомбинент Тоже Такого Характера И Звонку Рома Я был Конечно Очень Рад Сказал Да Приходи Вот У нас Тут Будет Как Раз Спектакль И Там Встретимся Так Вот Состоялась Вторая Эпичная Наша С Сидоровым Встреча Когда Он Пришел Тогда Уже У нас Были Мобильные Телефоны Или Пейджеры Ну В общем Какие Средства Связи И Он Значит Предложил Мне Выйти Во двор Роктеатра Я вышел Рома Выглядел Уже Совсем Иначе Он Был Одет Скорее В Такую Милитаре Одежду В Ботинки Кепку Напоминал Больше Может Быть Дугласа Пирса Из Группы Дэс Джон Или Какого-то Подобного Персонажа Такого Милитаризированного Вот И Передал Мне Кассету Вот На которой Было написано Терголем Взмет По-моему Таких Кассет Было Изготовлено Ограниченное Количество Совсем Может быть Штук Пять Шесть Сказал Передай Их Какие-нибудь Правильные Руки Я еще Уточнил В какие Руки Он Говорит Ну Готам Каким-нибудь С твоим Знакомым Передай Готам Ну Иронично Конечно Произнес Я Пригласил Его Посмотреть Наш Спектакль Он Наотрез Отказался Мы Еще Как-то Молча Угрюмо Постояли Я Пошел Внутрь К Епифанцеву А Сидоров Ушел В своем Каком-то Направлении В тот Вечер Или Может быть На следующий Вечер Я вернулся Домой Послушал Эту Кассету Она Меня Совершенно Потрясла Я Помню Что Я Слушал Еще Еще Плакал Сходил С ума И так Далее Ну В общем Она Произвела На меня Впечатление Такое Которое Впоследствии Производило На очень Многих Людей Которые Ее Слушали Думаю Я был Одним Из первых С не первым Человеком Которого На которого Таким образом Это подействовало Ну Конечно Я Отвез Эту Кассету Своим Знакомым Представителям Готической Субкультуры На которых Рома Упоминал И Эту Кассету Им Передал Примерно В тот же Период Я Пригласил Сидорова Выступить С концертом Дерголем Опять-таки Вот на эти Свои Индустриальные Концерты До этого Я Однажды Присутствовал На Дерголем В клубе Даймонд Где они Играли В одной Пряжке С Различными Пост Панк Коллективами Вот Меня это Тогда Потрясло Потому что Это в общем Был какой-то Гибрид Из Такого Какого-то Эмбиента Загадочного И С Построковыми Такими Гитарами С обилием Дилея И оголтелой Какой-то Игре На Томе Барабан Таком Одном Большом Барабане В шаманском Духе Там еще Участвовал Митя Зубов Еще один Чак Вот А Сидоров Опять-таки С обилием Обработки На микрофоне Произносил Какие-то Заклинания Как будто Впоследствии Выяснилось Что это Из Книги Алистера Кроули Гимн Пану Его Пан Знаменит Ну И В целом Действительно Как-то Запредельно Они выглядели И звучали В концертном Плане Вот Я Помню Что Только Одну группу Я мог с ними Тогда сравнить Это Группа Театр Яда В чем-то Дэр Голем И театр Яда Были похожи Во время Своих выступлений То есть Такой Совершенно Улетевший Какой-то Невероятный Фронтмен И Ритмический Такой Ритуализированный Саундскейп В качестве Сопровождения Вот У меня в голове Помню Тогда Это все Как-то Картинка Сошлась И я Сделал Такой концерт Где Как раз Участвовали Дэр Голем И Театр Яда И даже Вот Группа Ройтов Знаменитая К сожалению Этот концерт Никто Не заснял Потому что У нас Не принято Ценить То интересное Что происходит Поблизости Ценить Начиная Только Когда оно Безвозвратно Уходит Вот Но на самом деле Концерт был Мощнейший И конечно Из него Можно было бы Сделать Целый Такой Видеофильм Потому что Театр Яда И Дэр Голем И Ройтов На одной сцене Это конечно Абсолютная Чума Такого Уже Никогда Не повторится И В общем Вот эти Два выступления Были Довольно Сильными На второе Выступление Было написано Одним из Редакторов Сайта Готик Даже Небольшое Ревью Где он Так Иронически Описал Что там Происходило На барабанах Играл Митя Зубов Опять-таки Оголтел И стучал По ним Вот А Рома Навешивал Опять Вот эти Свои Какие-то Такие Заговоры Заклинания В микрофон И все Это было Очень Минорным И каким-то Отстраненно Меланхоличным Но У Дерголем Было свойство И оно Закрепилось Их музыка И пробирать До костей То есть К сожалению Не так много Людей было В зале Способных Это оценить Но я конечно Был Сильно Потрясен Этими Выступлениями Вот Ну Постепенно Как-то Сошло На нет Сошла на нет Концертная Активность Они перестали Общаться С Зубовым И В общем Я перестал Устраивать Эти концерты И Мы В общем Совершенно Потеряли С Сидоровым Контакт И не Виделись Ну Я так Понимал Что Свою Какую-то Функцию Вот На тот Момент Вот В рамках Истории Передать Эту Кассету В правильные Руки Я Существил И Может Быть Это Было С моей Стороны Некоторым Ну Таким Ответным Знаком Вот За ту Некрасивую Историю Когда Мы Выгнали Романа Из Постарался Исправить Ситуацию Ну И В какой-то Степени Мне Это Удалось Вот Потом Прошло Достаточно Много Времени Может Быть Год Мы Виделись С Романом На Дне Рождения Одной Нашей Общей Знакомой Зимой Он Был Уже Совершенно Отстраненным Сидел Весь Вечер У Камина Наблюдал За Горящими Дровами Ни с кем Не обмолвился Ни словом На Контакт Не шел И Когда Спрашивали Ничего Не отвечал Просто сидел И вечер Смотрел В камин Где-то Эта Видеозапись Даже Должна Наверное Сохраниться И Следующее Наше Пересечение Произошло Уже Летом Я думаю Что это Лето 2000 Года Когда Наш Приятель Общий Бывший Прабанщик Группы Фатал Пригласил Меня Проехаться За город В сторону Какого-то Этнофестиваля Чего-то подобного Меня не очень интересовали Подобные вещи Но я помню Что-то сиделся дома И он мне предложил Просто прогуляться На природу В сторону Коломны Кажется Если я не ошибаюсь Вот Мы встретились Там значит С этим нашим приятелем И вдруг Сюрприз Для нас обоих Идет Роман Сидоров Который Видимо на тот момент Уже решил Полностью Общение со мной Прекратить Но вот С подачи Этого Нашего Приятеля Встреча Встреча состоялась Ну Думаю Что он Не очень рад Был видеть меня Я Тоже не сказать Что был в восторге Но поскольку Мы уже договорились Ехать Вместе На природу На природу За город Мы решили Что нам Как-то придется Друга Потерпеть Сели на электричку И Доехали До станции Которая Называлась Кажется Акри Странное Такое место Выяснилось Потом Что этот Фестиваль Состоялся В совсем Другом Месте Наш приятель Что-то Перепутал И Нам Ничего Не Оставалось Как Провести Вместе Ночь За городом Обратные Электрички Уже Не ходили Вот В таком Вот Каком-то Совершенно Заброшенном Местечке Это И была Моя Последняя Встреча С Романов Я расскажу О ней Чуть Поподробнее Места Там Были Довольно Живописными Но В то же Время Не покидало Ощущение Какой-то Соброшенности Какой-то Совершенно Нереальности Происходящего Это В целом Напоминало Какой-то Фильм Типа Там Дэвида Линча Может быть Совершенно Какие-то Похождения Как на другой Планете Или в другой Реальности Мы Хотя мы Совершенно Ничего Не пили Не употребляли Совершенно Были Чистые Просто Прогуливались Может По бутылке Пива Там Выпили Максим Но Ощущение От прогулки Было Удивительным Расскажу Подробнее Мы Шли Через Поле Обмениваясь Какими-то Какими-то Фразами В какой-то Момент Посреди Поля Увидели Огромную Ржавую Баржу Как Она Оказалась Посреди Этого Поля Совершенно Непонятно То ли Там Случился Мощный Отлив И вода Ушла То ли Эту Баржу Отбуксировали В поле Бросили Но Факт Остается Фактом Да До того Как Увидели Баржу Посреди Поля Еще Случилось Нашествие Саранчи Кузнечиков Оголтелых То есть Мы Зашли В облако Вот Этих Кузнечиков Они Видимо Мигрировали Массово Там Куда И Это Тоже Было Потрясение Потому Что Вот Настоящая Туча Как В тропиках Этих Насекомых Они Стрекотали Запрыгивали Забирались Нам В Рукава Там В уши В заворотник Сидоров Закрывался От них Капюшоном Прятался Все время Выговоря Какие-то Междометия В общем Это было Просто Жутким Испытанием Находиться В облаке Этой Саранчи Ну и Дальше Ничего нам Не оказалось Ничего Лучшего Как Провести Ночь Собственно На этой Барже Она стояла Неподалеку От Такого Пруда Или Озера Небольших Размеров В общем Мы развели Там Небольшой Костерок На ней И Сидели Переговариваясь В общем Ни о чем На самом деле Наблюдая Костер Находясь В таком Как бы Пространстве Природном В какой-то момент Решили Искупаться Сходили Поплавали По очереди Вернулись Потом Греться К костру Тут Произошла Страшная Вещь В какой-то момент Раздался Грохот И выяснилось Что Роман Сидоров Не заметил Огромного Люка Который На этой барже Был открыт И уверенно Так в него Шагнул А там Наверное Было Не меньше Двух метров Мы конечно С приятелем Не на шутку Перепугались Потому что Думали Что может быть Вообще Он Там И Изгинул Но К счастью Это оказалось Не так Мы полезли Туда Значит Оттуда Доносилось Просто Доносился Его стон Вот Мы Схватили Его за руки Потащили Наверх Вытянули На поверхность Он упал Очень сильно Ударился У него Посреди Прямо Головы Была огромная Такая Красная Ссадина Ну В общем Он был Довольно Крепким Парнем Поэтому К счастью Отделался Наверное Вот Таким Вот Испугом И Ушибом Хотя Может быть Было Даже Какое-то Легкое Сотрясение Потому что Он просто Шагнул В открытый Люк Вот Мы Мы Вытащили Романа Посадили То есть Рядом С костерком Заварили Еще Чаю Я помню У нас С собой Была Еще Какая-то Каша Может быть Гречневая Или Что-то Такое В общем Мы Нашли Металлическую Кружку Сполоснули Ее В этой Воде Из пруда И На Костре Который У нас Горел Сварили Ему Этой Каши Она Совершенно Невкусная Есть Было Невозможно Но Это Единственное Что Случайно У моего Приятеля Оказалось С собой Вот В этом Рюкзаке Мы Рассчитывали Что Придем На Фестиваль Где Нас Встретят Накормят Напоят Но Получилось Немножко Не Так Вот Через Некоторое Время Роман Пришел Себя Но Конечно Было Видно Что Он Испытывает Шок И Потрясение От Этого Своего Инцидента Уже К тому Моменту Начало Светать И Мы Решили Что Пора Двигать Домой Ехали На Электричке Такие Вот Грязные Оборванные Испачканные Лежали На В Полный Рост На Вот Этих Вот Сидениях При том Что Это Был Час Пик Люди Ехали На Работу В Москву Они Заходили В Общем Никак Не Могли Сесть Огромная Толпа Потому Что Лежал На Одной Скамейке Роман Другой Мой Приятель На Третьей Я И Как То Были Мы Совершенно Измученными Вот Вот Таким Вот Инцидентом Закончилось Мое Общение С этим Удивительным Человеком Дальнейшее Уже Что Происходило Происходило Так сказать Это Уже Была Другая Глава В Его Истории История Его Проектов Конечно Потом Мы Послушали Все Его Записи Обменивались Ими Через Интернет И Я Помню Что Отнес Копию Ребятам Из Лейбла Огнесвет Мастер Копию Они Попросили Меня Могу ли Я Достать Альбом Огни Он Был Опубликован В общем Это Все Уже Такая Тайна Какая Загадочная История О которой Может быть Когда-нибудь Расскажет Кто-то Кто Был Ее Свидетелем Вот Ну В целом Могу Скать Что Записи Романа Они У меня Сейчас В руках Раз Экземпляр Этого Альбома Огни Записи Романа Они Так Или Иначе Живут И Вдохновляют Дальше И Я конечно Очень Горд Что Все-таки Каким-то чудом Мы записали С ним Вот эти Четыре Композиции Проекта Фатал Может быть Это не совсем Та музыка Которую Я слушаю Которую Хотел бы Заниматься Но Так или иначе Если Звезды Зажигают Значит Это Кому-нибудь Нужно Композиции Продолжение следует...